оканчивает естественные научные специальности, работодатели буквально расхватывают. Иван Ващук продолжит. Теперь это уже не студенты, это бакалавры-преподаватели. Впервые после слияния Академии образования Иркутского госуниверситета выпускники получают дипломы ИГУ. Большинство не переживает за свое будущее. Предложения о работе им начали приходить на втором курсе. Кто-то воспользовался ими еще тогда. В течение всего года отправляли письма на факультет, что требуется учителя английского языка туда-туда-то. По другим специальностям, я думаю, что тоже проблем особо нет. Ректор подтверждает, проблем с трудоустройством и выпускников естественно-научных, математических и ряда других факультетов нет. А на химфаке, физфаке, географическом, геологическом факультетах порой даже не хватает выпускников, чтобы удовлетворить все заявки работодателей. Почти на 60% штат Иркутского научного центра составлен из выпускников Иркутского государственного университета и не только Иркутского научного центра. Уже более 20% в, допустим, Объединенные институты ядерных исследований Дубна – это наши выпускники физического факультета. Это геологи, которые работают в ряде крупнейших добывающих и георазвязочных предприятий. Жизненный пример Евгений Кислицын. Сам он после окончания Иркутского госуниверситета без проблем попал в нефтяную отрасль. Теперь курирует в компании новичков. Несмотря на высокие требования к кандидатам в нашей компании, предпочтение также дается студентам, которые закончили классический госуниверситет, которые получили богатый теоретический опыт и практический опыт. Такое мнение не единично. То, что работодатели ищут себе работников с классическим образованием, свидетельствует рейтинг известного интернет-поисковика работы HeadHunter. Региональные предприятия чаще запрашивают данные специалистов с дипломами ЕГУ. Иван Ващук, Дмитрий Дятлов, Вести Иркутск.